Зеленогорцы Разделять и перерабатывать, а не складировать и сжигать. Курортный район сделал еще один шаг вперед к чистой повседневности. Первый зеленогорский раздельный сбор был организован на контейнерной площадке между зданием ЖЭКа и Яблоневым садом. Приглашения на акцию жители получали из местной газеты и главного интернет-сайта Тиреоки СПБ, а также из группы ВКонтакте, где раздельный сбор анонсировали с подробной инструкцией. Делились этой новостью зеленогорцы, конечно, и между собой. Что всегда получается? Пластик, бумагу, стекло. Много чего. Старые диски и другой мусор, который точно нужно переработать. Пакеты, бутылки, петропак. Все понемножку. Я в городе раньше участвовал, сейчас переехал в Зеленогорск. Хорошо, что здесь появилась возможность прямо в Зеленогорск. Крышки нужно снимать? Лучше, да. Экологичная альтернатива обращения с отходами в развитых странах поддерживается не только по причине отсутствия территорий для свалок и ограниченности природных ресурсов. Вместо общего мусорного контейнера люди имеют возможность бытовой мусор разделять и направлять на переработку, и так извлекать из него вторичный ресурс, а не отправлять его по протаренной дороге на свалочный полигон. И это, вне сомнения, тот самый разумный и перспективный путь, который и мы постепенно открываем для себя. Значит, вот эта вот маркировочка – это пятерка, а вот этот пакет – это двойка. И это два разных вида сырья. То есть пакетики от крупы и от хлеба, они идут отдельно. Оставляйте, мы все рассортируем. Я давно уже занимаюсь сортировкой и рада, что в Зеленогорске, наконец, потому что приходится возить это все в город. Обычно целой машиной по несколько месяцев коплю. У меня в доме организовано накрыться целый шкаф для сортировки. И я очень буду рада, если в Зеленогорске это хотя бы раз в месяц будет данная акция проводиться. Все, что сдают на акциях по раздельному сбору, чистое. И это одно из принципиальных отличий вторичного сырья от мусора. Это разные местные девушки, прежде постоянные участницы акции в Сестрорецке. Они не побоялись организационных хлопот и при содействии администрации начали раздельный сбор в Зеленогорске этой осенью. Проблема свалок, особенно сейчас проблема свалки на севере города, она очень актуальна. Мы, как жители курортного района, очень беспокойны строительством мусоросжигательного завода. И мы бы предпочли, чтобы все собранное вторсырье перерабатывалось, а не отправлялось на свалки. В идеале хотелось бы, конечно, чтобы в каждом дворе стояли контейнеры для раздельного сбора. То есть, чтобы эта акция была не ежемесячно один раз, а стационарно. И, в принципе, надо начинать с того, чтобы в магазине не покупать лишние тары, контейнеры, пакеты. Вот молодцы ребята, которые все это организовали. Я им очень благодарен. Я знаю, что во многих районах города это уже не первый год проводится. И мы перестали дома ходить на помойку. То есть, оказывается, что практически все можно сдать. И хорошо это будет использовано для пользы дела, и людям хорошо, и природе хорошо. Так что, я считаю, что это здорово. В Зеленогорске это замечательно. Действительно, в Зеленогорске проживают очень неравнодушные граждане. Вообще к проблемам города, в том числе экологические. Мы надеемся, что вот этот большой шаг, но первый, который мы сделали сегодня, безусловно, будет началом длинного пути по созданию комфортной городской среды. И, конечно, комфортному пребыванию и наших граждан, и гостей нашего города здесь, на территории муниципального образования города Зеленогорска. Положить несколько мешков в машину и привезти их на место проведения акции, это, безусловно, и мой долг в том числе. Заслуживает уважение действительно сам отклик горожан. За два часа в акции приняли участие не менее 20 зеленогорских семей. Инициативу поддержали также местные учреждения образования и культура. По результатам первого раздельного сбора в Зеленогорске, перерабатываемых отходов удалось собрать свыше 50 больших мешков. Из них 30 твердого пластика, 5 мешков алюминиевых и жестяных банок, 4 мешка полиэтиленовых пакетов, столько же упаковки тетрапак и множество стекла. Отдельно зеленогорцы собирали и крышки от пластиковых бутылок, которые будут направлены на благотворительные цели в рамках социального проекта «Крышечки доброты». Участвовать в зеленогорском раздельном сборе теперь можно будет регулярно, в первую субботу каждого месяца. Ближайшая акция состоится 1 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok